Вот мы шли, новый спектакль появился, мы думали, сейчас придем, здесь будут декорации, выйдет масса актеров в таких шикарных костюмах, а тут выходит Белов и начинает что-то говорить. И что, он вот так все время и будет говорить полтора часа? Да, я так и буду все время говорить. Вот так, полтора часа. Но я верю, что вам будет интересно. Спектакль в модном сейчас направлении, стори-теллинг, или, если по-русски, монолог обращения, невыдуманные истории из жизни. Именно так начинает свое представление народный артист Самарской области Олег Белов. Актер, переживший инсульт, рассказывает о своей жизни, где трагическое перемешивается с комическим. Драматические и трогательные моменты сменяются театральными анекдотами и рассказами об актерских ляпах. Собрать воспоминания и выстроить из них законченное произведение помогал друг актера, драматург Герман Греков. Я ему говорю, я говорю, Гер, ты представляешь, я тут начал с тобой вот вспоминать, какая, оказывается, у меня жизнь интересная была. На что он мне сказал, он говорит, Олег, хочешь, тебе секрет открою? Ты знаешь, что у любого человека жизнь безумно интересна, если начать ее рассматривать подробно. Вот мне кажется, вот это, это как бы повод для любого оглянуться на всю свою жизнь. Над текстом, наполненным личными воспоминаниями актера, житейской мудростью и иронией над собой, Олег и Герман работали около месяца, а репетировали и еще меньше, потому что, как признается актер, большую часть текста он знает уже давно. И он приехал всего на пять дней. Я это все учил, ну как учил. Мне говорят, ты успеешь выучить? Я говорю, а что мне учить? Мне там учить-то только вот германовские образы. Так не хотел. Он говорит, ну скажешь своими словами. Я говорю, не, Герман, мне так хочется, вот ты так вкусно это написал. Сначала Олег Белов скептически относился к этой идее, думая, что историю его жизни не будет интересна широкой публике. Но самарский зритель по достоинству оценил новое представление. На своем пример он показывает, что в жизни действительно возможно вот все, вот вообще все, пока в это веришь. И он учит этому нас, зрителей. Конечно, то, что передал Олег, несмотря на вот все события, которые произошли в его жизни, это потрясающе. То есть я тут немножко все вспомнила и поплакала, и посмеялись. То есть человек, прошедший вот этот путь, полон жизни, он мотивирует, вдохновляет. Моноспектакль «Я верю» включен в основной репертуар драмтеатра. И теперь все самарские любители театра смогут познакомиться с удивительной жизнью Олега Белова. А сейчас я хочу вам сказать и очень хочу, чтобы вы мне поверили. Поверьте, все будет хорошо. Я это знаю точно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.